Музыка Фееричное выступление Оркестра инженерных войск из города Хабаровска открыло мероприятие и задало ему праздничный тон. Внимание тысяч горожан было приковано к дворцу тысячестолетия города Мурома. Город праздновал открытие главной сцены после реставрации. В год культуры глава округа Мурома Евгений Рычков вручил грамоты и подарки заслуженным ветеранам-работникам муромской культуры. Эти люди многие десятилетия сохраняли творческую жизнь в городе и в этом самом дворце. Куратор музея культуры Надежда Антонова вспоминает 90-е годы, когда дворец разрушался на глазах. Его реставрацией, признается Надежда Дмитриевна, это личный праздник для каждого работника культуры. Я как житель города горжусь этим зданием, горжусь, потому что это действительно красивое здание. И те, кто приезжают сюда к нам, им оно очень нравится. И по акустическим данным, и по оформлению. Оно выбивается из всех прочих красивых зданий Мурома. Это вот, как знаете, крупный жемчужина в короне наших красивых зданий. Строительство Муромского дворца культуры началось в 1956 году. Автором проекта стал заслуженный архитектор РСФСР Николай Куринной. Большой ценитель античной культуры. Московский архитектор лично прорисовал каждый завиток лепнины. Если сейчас взять и снять всю лепнину с ДК, то ее протяженность составит 3 километра. Деревянные двери Муромскому дворцу подарил метрострой, а кресла для зрительного зала создавались в мастерских театрах Немировича-Данченко. Люстры, в том числе и самую большую, весом 700 килограммов, изготовили на подмосковном заводе. Поражают и фрески в верхнем фойе, изображающие Муром Былинной со сказителем Баяном и Муром Современной. Их выполнили художники мастерской Александра Дейнеки. Именно поэтому внутреннее убранство Муромского театра уникально и неповторимо. И до недавнего времени над всей этой красотой висела угроза разрушения, пока администрация округа Муром не осуществила масштабный и дорогостоящий проект по реставрации здания. В этом году мы совместными усилиями вместе с губернатором нашей области, с Лануриной Орловой, вложили совместно деньги. Половина местный бюджет, половина областной бюджет. И отремонтировали, восстановили исторический вид фасада нашего центральной автокультуры. Вот так он выглядел 51 год назад. Сегодня же Дворец культуры в буквальном смысле слова предстал в новом свете. Впервые сделали профессиональную подсветку на здание. Это очень большая перспектива сегодня в нашем городе. Поэтому очень приятно, что много людей сегодня разделили эту радость. И я думаю, что для города большое знаковое событие. Это был не просто праздник, посвященный открытию Дворца культуры, а День гордости муромлян. Великолепно, красиво, это заметное событие для города. Глазу приятно, сердце радуется. Я думаю, что таких событий у нас еще будет много. Ну, хотелось бы, во всяком случае. Классно, все красиво. Прекрасный ДК, заслуживает такого ремонта. Сколько раз мы сюда ходили, смотрели концерты. Все очень хорошо. Будем надеяться на хорошего и его будущее. Муромские артисты показали полуторачасовое шоу. Горожане танцевали под известные хиты. Радостное настроение сменялось лирическим. Под аккомпанемент венского вальса муромляне держались за руки и обнимали своих вторых половинок. Праздник завершился фейерверком. Десятки залпов ознаменовали новую жизнь Муромского дворца культуры. Ольга Килешина, Александр Барсуков. Новости 24. Муром.